выигрывает и думаем-думаем-думаем что что будет пикать с лапси потому что что-то пикнуть им ну если они каждый пикнут зеркала или мдм варлок на или мдм варлок я даже не знаю мы с этим сразу скальпиком считаем что зеркала lsd это вообще полная такая полная такая беспределищна грубо говоря ну тут тут брендерли все-таки nintendo или они что-то придумать но видимо не получилось шеду криви потому что шеду кривцы там вот такие вот тоже lsd с дыма варлоком там залетает что-то в пристас у меня есть он еще и лагает влага еще с дю как говорится работаем под и досу и с дю отрабатываем буквально на второй-третьей минуте игры и портал ему конечно же не помогает да тем кто сейчас только тут только вот вот джойница к нам и спрашивает почему сейчас они еще раз пикуют потому что это бы 5 это финал лузер брекета это бы 5 банится опять у нас фералы все как оба уже на четвертый раз одинаковый но благ не лог выходит он берет он такой нет братью не я не я я вам не позволю просто отнять у нашей команде три тысячи долларов я выхожу играть сам на и может быть мукина сейчас какой-нибудь выберем больницы кстати все равно потому что под блок стака кстати есть шп еще под блок стака по идее с рестор шаманов от баитара шеду грамм тоже но я думаю что видя афлилока видя афлилока то есть там тоже ребята задумываются и быть может будет толбодар ну а толбодар уже на элеме на толбодар уже на элеме и и тут напрашивается волкозар файре но опять же кто знает кто знает что будет может если бы ну а азель может дистанции не но по идее по идее может такой получится что пикница вроде как пристно что все игры они пик или именно приста только потом смотрели что и как потому что если пикается бэм хантер вдруг то это понятно что что тогда дистракт дистракт варлы и шаман они такие они прям думают это возможно будет мукин и это будет это будет очень и очень долго а сидю будет на ком хилить мы же помнишь вы уже уже увидели как играли кустари по моему против а на ком будет сидю хилить вот еще вопрос стилу скорее всего на друиде подожди на друиде ну может быть и на шамане вообще сидю это в первую очередь шаман то есть он сейчас но на друиде он играл он шамана последнее время мало играл то есть играл он больше друида ну да такая инфа была пристом он подыграл но так как бы то есть перестан такой в коле как говорят многие мозгов много иметь не надо играешь спамишь ну грубо говоря если пресс хилит инстант хилами то где вообще скилл листа но скилл конечно все равно есть у любого класса там свои заготовки свои замуты и так далее ну наконец у нас думай думаешь и да это мукин и монг кстати монг и да придется тугу кому-то да кому а кому я думаю это моральная тугость какая-то будет мне кажется команде лжи не слушай ну давай разберемся кому будем слушать вначале послушаем а за или потому что потому что потому что я против изюкс не решился играть на друиде что-то интересное почему-то так кто нас вообще кому кто мне там кто мне должен заинвайтить вообще получается не должен заинвайтить наверное свапси получается мукин свапси это нас мукин и свапси меня уже мать спасибо свапси кто-то там рвется у нас комната прям на 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 всех этих так хорошо ладно пока разберемся мы сейчас с командами Они сейчас теперь перезайдут, зайдут И уже на самой арене Подрубимся И будем смотреть, что произойдет ЛСД 2 ЛСД версия 2 Играют против ЛСМ Или как назвать этот сетап Лок, Лем И Мутин Такие вот дела Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... 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 Отчет, картинка есть, и посмотрим, чего стоит сидю на арене на монке, на хилище монке. Мы уже видели, что на самом деле не так-то плохо. Ну да, не так-то плохо. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, гоу. Начинается арена, и все поехали. Естественно, портал здесь спешить никто избивать не будет, потому что оба варлока вообще портала ставят, то есть куда спешить. И Азаэль ставит первый, блокстарк такую поагрессивнее портал стоит, и в общем-то да, и эту арену и эту арену мы посмотрим, что вообще будет происходить, чтобы потом как-то уже, знаешь, понимать, что вообще могут творить эти команды. Ну, сетап с монкином это понятно, это просто трипл хил, то есть это просто трипл хил, здесь есть, кстати, интересно. Варлок же, по идее, симбиоз кидает Мункину, по идее. Смотрите, по долбодару дэмэдж-то какой идет, уже шаманистик он не нажимает еще, ну а Азаэль еще подпросаживает дистрактиву, в общем, всю команду. Ну, это были, это были такие дэмэдж, ну, такой небольшой дэмэдж, в общем, от Z2 на Сарте вошел, все мы знаем, какой он есть, и... Слушай, а Мункин же получает риджуфку от Варлока? Мункин риджуфку от Варлока получает, да, потому что Мункину ШВ нужно, ну, лишним точно не будет. Ага. И тут, смотрю, с Дю каким-то чудным образом у него 345 тысяч маны. Ну да. 345? Да, 345. Глифф вроде стоп не дает, даже вот не знаю от чего. Ну да. Видимо, какая-то пассивка Мунка такая есть. Бонус на Вану, в общем, у него. Может, там выпивает, он что-нибудь. Может быть. А, то есть, получается, Мункин получает ШВ, а Блоксак получает риджуфку, да? Да, и... А ШВ одна с Сауромастери? Да, вроде как да. Неплохо, более чем даже неплохо. В Толбодара 50% можно в него подыгрывать. Да, здесь, на самом деле, можно играть. И Зелли подрубает Фул Икс, и он же в Дестре играет. Да, сейчас и Фул Икс, и Блоксака, и Блоксака еще откинули. Да, ШВ хилки он все нажал просто. ШВ хилки, он играет, наверное, с Сакрой, да? Ну, скорее всего, да. И нажал он все, как-то, как обычно. Он нажимает все, что вообще есть. Еще риджуф повесил. То есть, хиллеры вообще могут быть власть. Петы, естественно, Варлаки засакрили, потому что это спилы Кливы. Дэпэтов там просто будет уничтожать постоянно просто по кулдауну. Ну, это да, это понятно. Логика в этом есть. Толбодар откидывает у нас Бэйтару в сторону. Ну, ничего пока больше не происходит. То есть, это сейчас будет скорее всего... Бэйтару улетает по какой-то непонятной дисплее. Ну, он так решил Дэвк сыграть. Ну, знаешь, и Улжиниусу, если они выигрывают, то для них это как бы много. А Токсикьюсу уже ошибаться нельзя вообще. И ошибиться не могут, знаешь, Азель может рано или поздно взять просто и бомбануть что-нибудь где-нибудь, но пока по Толбодару, кстати, так немножко подпросаживают его. Блокстаг нажимает Дарк Соул. Сейчас будет это чувствоваться вообще. Сейчас это действительно почувствует вся команда. И доты ролятся вообще на всём. Сейчас на Сидю нужно будет, чтобы в идеале больше Unstable обновиться. Толбодар нажимает Шаманистик, и Шаманистик без глифа, кстати. Это, кстати, странно. Супер странно. Это супер странно. Ну, действительно, он нажал Шаманистик. Хотя, может быть, я не заметил, и он быстро обновил. Нет-нет-нет, там Unstable половина весила Unstable. Да, и Corruption просто заканчивался уже. И вот это было действительно странно. В Толбодара и битит ещё не плюшечка. И заходный бой. Слава такая залетает от Саб. Ну, да. От Мункина иногда действительно залетает. И самое интересное, что Зюта по мани начинает... Ну, он попил, да, он отпил тысяч, так, пятьдесят, наверное. Неплохо тоже. Пять процентов. Он догнал битара по мани. Ну, у него пятьдесят процентов это меньше, чем у битара. Вот интересно, Мункин передамажит Лема, вот что мне интересно. Афлик там... О, смотри, передамажит, передамажит, а... Толбодар на фулах пошёл именно по свапси. Барскин с ШВ. Ну, ШВ, просто ШВ. Барскин с ШВ. Барскин с ШВ. То есть, смотри, там лава бурсты залетают тысячи по десять. Причём Барскин с ШВ ему, знаешь, так всё равно пробили его до тридцати пациентов. Ну, нет, ему там тысяч по десять. Потому что Лема кассировал просто немыслимое количество лава бурстов в форме фулов. Потому что если бы не нажался ни Барскин, ни ШВ, он бы просто лопнул. Грубо говоря, он именно лопнул. Угу. И фуллы, кстати, между делом у Азейли есть. Серьезно улетает, чтобы попить, и, естественно, Блокстак с этим вообще не... он просто не согласен. Нет. Ну, Блокстаку надо, скорее всего, переставлять портал так же. Потому что из Дюк потихонечку... Серьезно, Азейль за ним тоже бежит и... Бежит и спонсилит его, наверное. Ну, кстати, сейчас Азейль-то получит там по голове, скорее всего. Потому что, смотри, как просаживается вся команда. У Блокстака фуллы будут через десять секунд. То есть через десять секунд довольно-таки большой дымич, значит, получает вся команда Илджениус. И особенно это скажется по мане Сидю. Потому что, знаешь, каждый раз, когда используются DarkSoul Блокстаком, у Сидю сразу же пропадает 20-30% маны. Просто сразу же. Ну и понятина забывать тоже не стоит. И этим тоже подрубаются. Да, интересно, подрубаются они одновременно, что ли, вот у них подруг будет или нет. Нет, сейчас он пока стоит в стане от Сидю. Кстати, смотри, Сидю так немножко поддамагали. Кстати, очень неприятно. И Салар с рутами. Очень неприятно. О, он нажимает Кош. Кокон. И Кокон тоже, кстати. Нет, это Кош. А, нет. Это Кош. Понятно. Маленький Кокон, это Кош. Понятно. Мини Кокон, в общем, это Кош. Понятно. А что ж, теперь нужно выхиливать Толбодара, которая в доты просто категорически отказывается снимать своим шаманистикам. Хотя спорно, это действительно спорно. Хилинг Тай даже здесь убивают. Даже до такого доходит. Ну почему бы нет. То есть это, в принципе, это нормально. Хотя это был хилинг тайтл Бодара просто на хилинг. Ну он так тоже, в принципе, на всю команду. Учитывая, что именно на всю, в целом это чувствуется. То есть если все эти импадимы там 20% или 30% хп, то суммарно будет как фулл столб. А фулл столб, это знаешь, это может быть много-много мана, несмотря как выхиливаете. Ну вот пока что Сью по мане держится более чем. Он, скорее всего, забиндился на спид, все гемы поставил себе на спид, наверное. Потому что... Чтобы именно... Тянуть. Скорее всего, да. Чтобы просто тянуть. Не знаю, что дает искусность. И насколько важен крит для амонка. Но... Может быть... С башем заходит больно. И ШВ он не жмет. А ШВ это вообще... И ШВ он нажал. Да. ШВ он нажал. Хилки у него, кстати, тоже есть. Ну, Хилки решил он приберечь, когда начнется именно АОЕ какое-то. Ну не хочется жать Зайлю ШВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АЗЛ 50% ШВ нет. Сакра есть, скорее всего, как и Хилки. Ну, есть тинкет. И он нажимает и получает баш. И получает сразу бланкет после тринкета. Он тринканулся и сразу же бланкет сверху. Но, слушай, в него сейчас еще могут подыграть. Блин, бежит он на флаг. Потому что, смотри, Толбодар-то работает. От кого-то работает Толбодар-то вообще пока не видно. Радио как у вас кенденси. Кастует он лава бурста. Что-то вроде что-то нажал. Но, как говорится, не на прокола вообще. АЗЛ фере. Толбодар тоже был фере. И... Ну, больше ничего пока не происходит. То есть команду Сидю, конечно, поджимает. Если бы ему вообще не дали, ни разу вообще не дали бы отписаться ему, то могло бы, на самом деле... Он не идет, потому что там ему могут станчик дать. И после станчика его могут законтролить, например, тем же хером. А учитывая, что баэтаж становится очень далеко... Играет музыка. Играет музыка. Играет музыку. Играет музыка. Продолжение следует... 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 Ладно, Кристин, ты готова? Так, сейчас, что-то мне там написали. Что за знак вопроса? Кристин, ты готова? Да, готова. Хорошо, 20 секунд отчет. И вот он, то есть, ну, в чем суть получается? Знаешь, он раскидывает сферки, их нужно собирать, а он всегда сферку закидывает прямо в чувака. И получается, 10 секунд, и получается, что там хпс лютый, когда всегда сферка попадает в человека. Пять, четыре, три, два, один. Ставится порт, ну, есть у нас, в общем-то, этот водопад, но я думаю, что этим сетапам как-то пофиг на него здесь. На этим сетапам, в принципе, на все пофигу. Играть они уже хотя бы будут меньше, чем 11 минут, что, в принципе, радует. Слушай, кстати, а может быть, зайдем к Айлью сейчас, послушаем вообще? Потому что, если они выиграют, это будет радость. А вот эти, знаешь, вот на самом деле, в скайпе я люблю заходить именно для этих эмоций, когда вот команда, знаешь, такие, наконец-то кого-то прожимают, наконец-то они там что-то делают. Да, и едают. Да, и просто как команда радуется этому. Вот это самое интересное, на самом деле, когда заходишь в скайп, просто эмоции, эмоции игроков, которые передаются зрителям, и в этом вся суть. Зайдем мы в скайп команды TeamEG. Он не тринкет, я буду ходить к ним с демоном с кс болтой. Он и не тринкет, он с его сцом. Тринкеры? Я не сцени? 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 Я сцени? Парал, это просто, нет? Я сцени? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДмаTorzok Игра Ahora А на до.. ДимаTorzok Будем ДимаTorzok ДемаTorzok ДимаTorzok ДмаTorzok и вообще нравится Азель, Атлбадар, Сидзю, вся его команда, то, конечно, можно и болеть за Илджиниус. То есть, в общем, за кого болеем, за того болеем. Небольшая пауза.